добрый день дорогие радиослушатели так мы начинаем нашу передачу футбольный клуб мир футбола с удовольствием принимаем ваши звонки было очень много интересных событий конечно начнем чемпионата англии ну давай сначала начнем с номера телефона в студии 847 47 400 5200 так что звоните будем общаться ну и я хочу сказать что спонсором программы является механика от сервис мастерская которая предлагает полный спектр услуг по ремонту и обслуживание автомобилей обращайтесь если вам нужно заменить масло поменять резину сделать развал схождение любой механический или кузовной ремонт любой сложности повторяя здесь можно удалить вмятины на кузове без перекраски все работы проводятся быстро качественно и по самым лучшим ценам в городе а на время ремонта вам даже могут предоставить автомобиль мастерская расположена в виллинг по адресу 1030 south milwaukee веню телефон 847 877 1456 еще раз 847 877 1456 спросите сергея да у нас звонок что ли алло добрый день молчат ну проверка слуха тогда я бы начал чемпионата англии паразит здесь такое выражение везет как первому как первому призеру вот это можно сказать про матч ливерпуль тоттенхэм значит ливерпуль одерживает победу 21 ливерпуль пока вышел на первое место в чемпионате англии у него стало семьдесят девять очков но ливерпуль сыграл на один матч больше чем манчестер сити поэтому все еще может поменяться манчестер сити если выигрывает этот пропущенный матч то и он обгоняет ливерпуль но то что было в матче конечно ливерпуль тоттенхэм это просто удивительно я вам скажу что значит ну начнем с того что матч был очень интересный вне всякого сомнения и и на мой взгляд тоттенхэм был значительно ближе к победе в этом матче чем ливерпуль там и сисока уже при счете 11 когда стала 11 там и сисока и али упускает ну просто такие моменты что это уму непостижимо и и вот в конце в конце концовка матча тоже вроде бы не предвещала ничего такого опасного но именно тем не менее значит как вам сказать я даже не знаю как что тут сказать вот прошла атака ливерпуля где алдер вэйральд как-то он не сумел отвернуться от мяча я не знаю как и в кору короче мяч влета и от его от него мяч влетел в ворота тоттенхэма счет стал 2-1 в пользу ливерпуля и здесь вот уже один момент который вот вы знаете вот перед вот этим вот моментом когда счет стал 2-1 ливерпуль выпустил на поле все все атакующие силы которые у него имеются в наличии в данный момент и тут уже тоттенхэм должен был стом процентов забивать но вот что такое вот я хочу отметить класс защитника вот не зря не зря ван дейка ливерпуль взял заплатил кучу денег за него опять вот там был момент когда он остался один против сисока и сона и вот он как он сыграл спокойно хладнокровно он перекрыл дорогу к сону и мяч скинули только сисока под левую ногу и тот не сумел ударить это мне напомнило вот так играл франц бакенбауэр когда-то в те далекие годы это высокий класс защитника я бы вам сказал я могу так сказать поэтому причем он играл не только в герман играл и в чикаго стынет стингс он точно так же играл с такими же усилиями с такими же он он просто молодец то чем опять же невозможно сказать о шванштейгер да ну что был франц бакенбауэр что же самое приятное для меня воспоминания ша киевская динамо тогда прибила баварию 2-0 и взяла супер кубок и плохим обошел и шварценбека и бакенбауэр и забил тогда сам в мюнхене супер гол да так что но здесь я конечно я позавидовал ливерпулю что у них есть такой защитный суши он когда идет в атаку особенно при угловых этот ван дейк тоже очень силен на втором этаже конечно поэтому конечно что правда поэтому защитники подтягиваются туда вперед именно на вот эти сетписи с на угловые на нам найти штрафные но тут вообще это был какой-то добрый день я звонил но видимо отключение а я если кто-то прокомментируй пожалуйста последний гручился когда они проигрывали 1-0 за 10 минут до конца забили два гола вот это я хотел сейчас пойти к этой грибе я же принялась крышка я закончил буквально а вот как ты считаешь это были корректные голые или судья все-таки немножечко подработал челси вот твои экспортное мнение пожалуйста я могу я не знаю или судья помогал челси на то что он ошибся в двух ключевых я считаю даже не в двух наверно в четырех ключевых ситуациях это сто процентов первое что когда они сравняли счет это там был ну такой офсайт что не увидеть метровый офсайт не увидеть судья ну просто не мог это когда спелекуэта забивал гол это прямо он стоял в офсайте и да он же уже до ударил головой когда этот защитник подошел к нему один один не зря тренер каркарди в сити чуть не сошел с ума вот так так орал вот так доказано также еще были помимо этого до этого момента было два пенальти который хотя бы один я считаю что там было два момента когда надо было давать пенальти в ворота челси это сто процентов к там и уже концовка матча уже один один и тоже вы вспомните этот момент когда кто-то из защитников карди в сити я просто плохо помню эту команду вот им имена в вышел на замену парень за хор и за хор и он вышел на замену и ему дают такой длинный пас и он явно выходит один-на-один с вратарем челси и люди гири возбивает но это чистая красная карточка по всем правилам потому что его это то что это после фол последней надежды вне всякого сомнения но судья ему дал только желтую карточку и вот как конечно челси повезло я говорю что это в этом туре вот что ливерпулю что челси неимоверно повезло понимаете сказать что челси там я не знаю что купил судью нельзя наверное что судья болеет за челси я тоже не знаю ли это так или не так но просто абсолютно ясно что судья ошибся в нескольких эпизодах в пользу челси так что ну у меня вопрос ну там же еще есть боковой судьи ну вот с вот этим моментом офсайда конечно это ошибка бокового судьи это сто процентов он должен был семафорить поднимать флага это как он просмотрел этому не там же но понять что бывает и я понимаю когда на два сантиметра там где заветно должна пропустить на тот человек стоял просто далеком оф сайте будем так я думаю что скоро дойдет и до этого будет видео-ревью на именно в сайтах если мы подумали слушая но вообще они же эти видео-ревью чемпионат англии они не хотят англичане же они пока они вводят какую-то новинку там же нет но им надоест вы так проигрывать будут так что поэтому челси в этот раз просто жалко кардив понимаешь что они хотя бы одно очко в этом матче заслужили сто процентов они стоят на вылет понимаем эти очки нужны как воздух челси со своего шестого места никуда не сдвинется ну и с такой игрой одни вряд ли прыгнут выше получил сейчас одна надежда я считаю это взять кубок лиги победить в лиге европы все вот это и тогда они победители лиги европы на сегодняшний день проходит в лигу чемпионов следующую до следующего так что потому что хотя лига европы в этом сезоне там тоже очень такие сильные команды там также это будет все далеко не просто но тем не менее шансы шанс есть да по крайней мере у них шанс есть и значит челси вообще везет там ну то сначала они вот сейчас играли с динамо киев которая не никакое как как это не больно признавать и сейчас они будут играть со славе и пожалуй это самая слабая команда из восьми команд которые вышли в четверть финал в то что там на поле играет с арсеналом просто ангелс просто сумасшедший матч на поле кстати очень сильная команда валенция играет с вильяриал две испанские команды с вильярин тракт играет с бенфикой челси а вот челси попалась славе пожалуй в это в этом турнире самая слабая команда но тоже надо выиграть манчестер сити просто легко на классе выиграл фоллхэм но фоллхэм уль тоже идет на на вылетом хедерсфилд уже вылетел они уже у них нет никаких математических шансов на скорее всего что в следующем туре и фоллхэм вылетит 5 манчестер сити сыграл легко они быстренько забыли забили два гола там агуэра и бернард силва и все и дальше они доиграли этот матч совершенно спокойно выиграли 2-0 единственное что вот агуэра потянул мышцу его в следующем матче кстати против того того же кардифа он играть он сыграть не будет где-то это потеря для манчестер сити но у них такой состав что там есть кем менять и что менять так что вот это пожалуй были самые ну и манчестер юнайтед победил уотфорд тут тоже есть интересный момент потому что олэ гуннера сульшера и теперь избавили вот этой приставки исполняющие обязанности главного тренера теперь он старший тренер манчестер юнайтед уже на постоянной основе и вот удивительный матч был с уотфордом 2-1 где вроде бы атакующая команда манчестер юнайтед она больше играла играла от обороны чем в своем атакующим стиле но тем может быть они готовятся я не знаю может быть вот с тем же уотфордом была подготовка к матчу с барселона им в лиге чемпионов играть против барселоны ну знаете что я считаю но и не только я считаю что когда ты выходишь играть с барселоной там автобус строить просто необходимо такой защитные потому что атакующий потенциал барселона и вины россии посмотри на россию как они сыграли с испании да но запарковали автобус и но это был единственный шанс поэтому может быть юнайтед готовится к такому матчу трудно сказать но это очень те вообще вот на следующей неделе в лиге чемпионов там девятого и десятого как раз ровно через неделю будет очень интересный матч тоттенхэм манчестер сити манчестер юнайтед барселона аякс ювентус ливерпуль порту меня одна мечта конечно я очень уважаю рональда и конечно это будет очень интересно если он еще раз возьмет с ювентусом уже с ювентусом до лигу чемпионов нам нет так вот тогда буфон помею повесится а вот тогда буфон повесена но это остается очень хочется чтоб аякс выиграл этот матч знаешь за что я люблю а я а и вот такие команды как аякс и порту их невозможно не уважать начание аякс вообще имеет фантастическую свою футбольную школу как-нибудь они просто надо рассказать потому что это да у них был конечно понимаете когда вы имеете такую футбольную школу всегда есть какие-то годы когда вырастают очень сильные футболисты есть спад вот был определенный спад вот сейчас снова пошел вот такой период подъема появилось много интересных игроков и что интересно это и если они берут кого-то со стороны не своя школа ну невозможно только составлять команду из своих воспитанников понимаю естественно на кроме того то брать с других команд то берется берутся молодые футболисты которые вырастают и они их продают уже за сумасшедшие деньги куда-то в более крупные клубы которые но сейчас понимают от те годы в 70 аякс мог конкурировать тогда не было таких супер богатых клубов как сейчас как манчестер сити манчестер юнайт и он сейчас вы посмотрите реал хочет сколько там что-то 200 миллионов заплатить за мбапе вообще как можно ли окупить вообще такие расходы ну месси хочет 200 смысле вместе подписал контракт если вы будут выкупать 250 миллионов да ну но я думаю что мы месси не уйдет никуда не уйдет конечно так что но пока еще кстати реал тоже мбапе не купил они только говорят но стали же фанты конечно как может аякс голландия где там сколько 14 15 миллионов населения это не нереально тоже тем не менее би они бельгия это действительно фабрики да вот они воспитывают они тоже порту порту тоже самое по моему они уже перегнали бразилию раньше бразилия была фабрика звезд а сейчас и понимаешь что сейчас футбол ушел в другое направлено немножко требуется больше сил тратить на подготовку молодых футболистов понимаешь уже на одной технике уже такого игрока как гаринчи он бы сейчас не сыграл просто конечно тогда он там пока она станок ренча джерзинию это все это приятно ну так что а сейчас вот именно вот такая пошла футбол стал намного быстрее если ты смотришь вот этот шикарнейший матч который там когда-то произвел огромнейшее впечатление в семидесятом году там на чемпионате мира играла в групповом турнире англия-бразилия это классика футбол это был просто фантастический матч его можно найти на ютюбе и посмотреть но конечно это совсем другие скорость конечно да там в бразилии все были технарии там лежа и резиньо достал герасов да там бы была команда фантастическая пожалуй то бразильская сборная была самой интересной но и вообще на том чемпионате конечно за ними было наблюдать одно удовольствие но были и другие там был один полуфинал италия германия чего стоил особенно в дополнительном времени там ну это что сейчас вспоминать так что у поэта а голландцы сейчас ты посмотри они я думаю что несмотря на то что они в отборочном матче проиграли немцам 23 им где-то не повезло в этой игре и но и немцы ты тоже у немцев на сегодня спад страшнейший придаст просто к этому тоже надо относиться у немцев этого спада долго не будет вот он сейчас перестроил сейчас наберет новых игроков сборную понимаете там все-таки в чем характерно вот англия и вернее германия голландия там думают а постоянно думают вот как это все как убегать от кризиса потому что в германии в двухтысячном году был точно такой же кризис уже казалось бы вот что там они чемпионат европы проиграли там ужас но они очень быстро восстановились и я думаю что немцы и сейчас быстро восстановится и очень хорошая сборная если мы говорим в этом с в этот раз очень хорошая сборная у англии и вполне возможно что они могут очень удачно выступить и на чемпионате европы в конце концов завоевать со сборной какой-то титул к тому же у них финал будет в англии в лондоне да так что на тут уж окей мы как-то ушли в сторону очень интересная ситуация и в чемпионате германии там вдруг бавария которая уже догнала борусью дортмунд и казалось бы что она снова станет чемпионом они вот сыграли в ничью 1-1 а борусь и дортмунд выиграла и снова борусь и дортмунд впереди ну про испанский чемпионат всегда говорим мало но жалко там месси бьет всевозможные рекорды опять он забил 2 2 гола вот в последнем туре спаньолу но там вот этот первый гол был просто смешной все-таки его засчитали на имя месси потому что он перебросил стенку и мяч шел в ворота и в принципе вратарь может быть бы и достал этот мяч потому что удар то был бессильный он нырнул а защитник который почему-то выскочил из стенки и побежал к своим воротам он решил головой скинуть вратарю обратно за бичок и получился гол новом итоге является хочешь помогать не мешает да это точно да все у нас к сожалению передача подошла к концу сейчас после рекламной паузы бойцовский клуб ну